Перед вами подковообразный магнит, на котором висит проволочная катушка на желтом каркасе. Она может свободно перемещаться вдоль магнита. Выводы катушки подключены к гальванометру. Если катушку привести в движение, то стрелка прибора отклонится. Обратите внимание на то, что стрелка отклоняется лишь тогда, когда катушка перемещается в магнитном поле. Теперь будем перемещать магнит относительно неподвижно висящей катушки. Как только магнит начинает двигаться, стрелка гальванометра отмечает появление электрического тока. Как и прежде, ток существует лишь тогда, когда магнит движется относительно катушки. Перед нами две проволочные катушки. Левая катушка через амперметр и ключ соединена с источником постоянного тока. Правая катушка подключена к гальванометру. При замыкании и размыкании цепи левой катушки гальванометр отмечает появление тока в правой. Посмотрите, ток в правой катушке отсутствует, если сила тока в левой остается неизменной. Хорошо видно, что гальванометр показывает ток только при замыкании или размыкании цепи левой катушки. В левую катушку вставим железный сердечник. Видно, что отклонение стрелки гальванометра стало при этом заметно больше. Проведем еще один опыт с легкой проволочной катушкой, выводы которой подключены к гальванометру. Мы внесем ее в пространство между полюсами электромагнита, который содержит две катушки, надетых на общий сердечник. При повороте катушки в магнитном поле в ней возникает электрический ток, о чем можно судить по отклонению стрелки гальванометра. Продолжение следует... Продолжение следует...